Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пик, Александр Шунин, всем доброе утро. Мы сейчас поговорим о том событии, которое состоится 16 сентября, 16 до 22 часов в Ирманском парке в Риге, 3-й фестиваль вакансий ВИСИМ. И это будет возможность свести вместе работодателей потенциальных и тех, кто ищет работу, может быть, хочет сменить работу или найти работу, потому что, скажем, молодые люди часто требуются с опытом работы. Молодой работник, но с опытом уже работы чуть ли не 25 лет. Да, есть другие группы, их называют иногда невидимыми, это люди с ограниченными возможностями и молодые люди без опыта работы, которые тоже готовы что-то делать руками, головой и никак не могут найти себе применение. Вот этому всему будет и посвящен этот фестиваль вакансий ВИСИМ всем, еще раз, 16 сентября, 16 до 22 часов в Ирманском парке в Риге. Подробности мы, конечно же, потребуем у руководителя социального предприятия Легеру Лейны Рейны Митева, которая с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что, ну, кто, кого ждет этот фестиваль, для кого он организован, насколько там требуется ли какая-то регистрация заранее, можно ли прийти просто интересующимся тем, кто хочет пройти, посмотреть, что там? Да, спасибо, что пригласили. Это очень важная тема. Вы уже почти все рассказали, но мы ждем всех в Ирманском саду. Не надо регистрироваться. Можно прийти в эту пятницу от 4 часов до 10 вечера. И там будут, как это сказать, помогите мне. Да. 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 Мэз гаидом полный, 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 черная, бездарба пьередеза, seniorа, первензий, подсвежа, человеку, которые шаги или таки, они не страдали. Человеку, которые вели сомнительный, с помощью, варбе пьередзи, и гадут яну. У, конечно же, а украинских, бездарбе пьередзи. Работодатели, будешь ли представлены, кто заинтересован прежде всего, чтобы найти себе работников? Редактор субъема, что, в принципе, участие со страны работодателей, которые примут более 30 предприятий и, в общем-то, достойные названия. И Circle K, и Narvason, и BIT, и Кофеин, Риме, Балтиково, Лидо, Амниво, Газо, Инчейп Моторс, и Путнофабрика Кекова, Рига Суденс, Фореверс, Вирша и так далее и тому подобное. Это будут какие-то палатки, это будут какие-то столы, где представители предприятий будут рассказывать о вакансиях и собирать информацию о потенциальных работниках. Как сам процесс будет устроен? Так, сам процесс, что мы, это уже третий такой фестиваль, и с нашего опыта мы поняли, что самое лучшее, как рассказать о работе, это что вы можете измениться, попробовать, да, со своими руками и со своей головой. Например, попробовать управлять троллейбусом. Да, да. Это будет возможно. Прямо вот в Вермантском саду можно будет управлять троллейбусом. Можно будет делать блинчики, капучино, там, хот-доги попробовать, и как это в Нарвисе, сам это попробовать и понять, если это есть для вас. Ну, а также можно будет попробовать себя в разборке-сборке оборудования кондиционеров и нанести профессиональный макияж, и даже безопасно взбираться на башню. Даже попробовать себя в роли пожарного, ну, это тоже, кажется... И охранника. Вот интересно, конечно, поучаствовать в этих сценках. Нет, не пущу! И такие сразу, да, 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 берем на работу! Берем, да. Да, Рынка. Я юзайзай, это немзвот буква, это... Ну, это же неинтересно. Ну, да. Если вы сам попробуете, то вы как-то уже понятно. И там тоже сразу вы встречаете потенциального работодателя. Можете в бесстресной атмосфере поговорить. Знаете, как, например, когда вы идете на интервью, на работу, там, знаете, там стресс, все такое, а здесь можно в таком приятном атмосфере узнать друг друга. А, сообщается, что можно будет на месте получить советы для собеседования и создания CV, то есть консультант по профессиям будет сидеть, да, ну, сидеть, находиться на месте. Да, мы это делаем тоже вместе с другими организациями и тоже... Агентство трудоустройства, тоже как-то сразу не переведешь. Да, сложные слова. Они наши партнеры... Агентство занятости. Да, да, и они будут тоже консультировать наши люди, которые придут. А еще обещают, что можно будет проверить и свой глазомер, и память, и точность, и, то есть, таким образом, может быть, ну, понять самому, каким профессиям у тебя есть физические вот возможности, а каким нет, да? Да, да, это тоже можно попробовать и понять, что подходит и что нет. У вашего фестиваля вакансий очевидная такая социальная направленность группы молодых людей без опыта и особенно с ограниченными возможностями – это до сих пор проблема в Латвии, конечно же, большая. Не каждый работодатель идет навстречу и берет подобных работников, я про вторую группу в основном, про инвалидов, к себе. А как вы считаете, ну, подобные фестивали, они расширяют границы возможностей, они дают пример и другим предприятиям тоже? То есть, вот эта социальная функция, она выполняется и как-то потихонечку меняется отношение в обществе, в том числе и среди работодателей? Ну да, во-первых, Легеро – это есть социальное предпринимательство. И у нас, конечно, надо, у нас есть и социальная цель, и тоже надо, чтобы эту цель выполнивать, нам тоже надо быть бизнесом. И то, что мы хотим, это наша большая-большая цель – променить стереотипы, чтобы не были такие стереотипы, чтобы возможности работать были всем-всем в Латвии. Это уже нормально в других европейских странах, что каждый член общества что-то могут делать. Может быть, это очень маленькое, что-то очень маленькое, может быть, там, ну, конечно, не 8 часов в день. Ну, что это можно делать, потому что это про пащицу, пащица, пащуповертие, пашапзиѣа, рода с но тава тавида тава с нодерий сапы слоцекл ка ту но нодокли санеме а клюсти пар нодокли макс да это конечно же очень важно а и так мэ тава пастрел а и так и так без лога лиза то ну зинам а мэра но таз слога клюсти пар пар то кто дод безусловно это это важная и для Это уже долгий путь. Это уже долгий путь. Они перестают быть просто иждивенцами, которые получают от общества просто деньги. Я думаю, что это большее. Поэтому надо как-то прийти с нас, с общества. Не то, что нам государство теперь будет сказать, что это хорошо и это надо делать. А запрос от общества, что это нужно? А скажешь? Да, да, да. И, к слову сказать, про запрос, ну, так сказать, изнутри общества, не хочется говорить снизу, проводится ли какая-то подобная работа в среде инвалидов, потому что ограниченных возможностей их масса, как раз-таки какие-то побуждающие, ну, не знаю, занятия, что-то воодушевляющее, мол, ребята, да, вы можете, попробуйте, вот есть такие возможности, есть такие возможности, надо что-то делать. У нас есть очень хорошие организации, которые работают каждый день с этими группами, например, Апейронс есть и Сустенто, и они тоже работают не только с этими людьми, но и со всех, рассказывая, не знаю, например, что, может быть, вы теперь видели, Апейронс делает такую акцию, ну, как пропасть, например, если у вас надо пойти на какой-то... Есть стадо, а вы, если... Как это по-русски? Это коляски? Не надо по-русски, говорите, как удобнее. Вы не можете там попасть. Или, например, теперь на улице очень много Люди кидают эти болты, эти... Самокаты. Самокаты, да. И если он там по виду в этой улице... Ну да, они перегораживают, конечно. Там не можно объехать. И всякие такие... Очень-очень много делают эти организации, чтобы привыкать внимание к этим вопросам. В фестивале уже будет проходить в третий раз. Вот есть ли какой-то уже отклик, то есть, ну, вот в прошлых два проведенных фестиваля, какие-то результаты видимые, какие-то интересные, ну, то, что было в результате проведения этих фестивалей? Да, это третий раз, и теперь самый такой большой. Но то, что мы поняли, что тема, конечно, очень трудная. Не так легко, легко как-то переубедить узними. И есть там, там есть такие, такие немножко, как это, не проблемы, а из-за цинами. Вызовы. Потому что это позитивно, и то, что мы поняли, и то, что мы видели, что самое красивое есть, что когда люди приходят, они попробуют что-то другое, и они открывают, что у них есть талант, и что они могут больше. Ну, там, они всегда думают, что они могут только делать так, но в наших, когда они попробуют всякие профессии, они понимают, что у них есть возможность делать побольше, по другие делам. И еще один такой очень позитивный аспект, где есть, что, может быть, сразу не получается контракт с работодателем. Но то, что есть очень позитивно, что работодатели берут на практику. И это уже очень большая продвижка. Продвижение. Ну, это, ну, как, да, попытка уже закрепиться, хотя бы шанс появляется, показать, проявить себя. Да, да. То, что мы видели, да, что иногда люди думают про себя, что они могут так делать, но они на самом деле способны на большее. Поэтому не надо стесняться, как в песне пелось, надо идти на этот фестиваль, присматриваться и обязательно пробовать себя. И напоминаем, 16 сентября, 16 до 22 часов, 16 до 22 в Вирманском саду, Вирманском парке. В Риге третий фестиваль вакансий ВИСМ. Всем, для всех. Да, ВИСМ надо всем приходить, не только юношам. И вход совершенно бесплатный, не требуется регистрация. То есть просто вот захотели, приходите, попробуйте, посмотрите, поговорите, может быть, с работодателями потенциальными, узнайте, проверьте себя, что вы можете, что вы не можете. Вдруг вы откроете в себе какие-то новые интересные таланты. А еще раз я говорю, что здесь можно и контролерам, охранникам, пожарным, даже водителям троллейбуса попробовать себя. Барист, повар, по большому счету. На практике можно будет попробовать различные профессии, узнать и о себе что-то новое, и о закулисе этих профессий, а также познакомиться с самими предприятиями, представленные действительно из различных отраслей, и государственная пожарно-спасательная служба, и несколько заправок, и сетевые продуктовые магазины, и даже национально-вооруженные силы, и так далее, и тому подобное. Так что надо идти, идти и пробовать. А мы благодарим Лейна Рейна Митио, нашу сегодняшнюю гостю, а главу социального предприятия Легеру за рассказ. Спасибо большое, и всего доброго. До свидания.